Если в моменты горести, жизненных испытаний, страданий вы ни разу не прибегали к гаданию, то вы, считай, и не жили вовсе. Обсудим. Привет, друзья! Это Катя Штерн, журналист, стилист и подкаст «Машьяка Кружева». Решила пятый выпуск второго нашего сезона, близкий по времени к 14 февраля, да и к 8 марта на самом деле, решила сделать его про ведьм. Почему-то отрыпь вызвал этот замысел у моих товарищей по работе, поэтому расширяем список, пополняем его еще колдуньями, волшебницами и приступаем, помоляясь. Не знаю, почему ведьмы вызвали такое отторжение. Вот мы с одной подружкой называем нашу третью участницу кружка ведьмой в лицо за то, что она ест и не поправляется. Вот как ее еще после такого называть? Колдунью-чаровницей? В данном случае в слове «ведьма» есть и зависть, не будем отрицать, и уважение, но нет агрессии. Да, про агрессию словесную и не только вышел новый выпуск подкаста «Короче». Мария Командная и Павел Осовцов каждую неделю разбираются в бесконечном, абсолютно бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Ребята приглашают в подкаст героев, которые действительно понимают, «Что происходит на самом деле?» Очень рекомендую. Подкаст «Короче» каждый понедельник. Но у нас что? У нас ведьмы, колдуни-волшебницы, их изображение в современной моде и прошлое, трагичное, чудовищное, связанное с неприятием женщин как таковых. Создатель текста «Молот ведьм», 1487 год. Генрих Крамер, даже латинское слово «Фемина» трактовал как слагаемое двух других слов. «Фидес» – вера, и «минус» – меньше. То есть женщины, по его версии, изначально веровали меньше, а потому рано или поздно обязательно были бы соблазнены дьяволом и обратились бы в ведьм. Все шло в ход, отсюда и устойчивое выражение «охота на ведьм», которое вполне применимо ко многим событиям и сейчас. Вообще удивительно, как изобретения великие, прекрасные способствовали и способствуют до сих пор возникновению чего-то ужасного. Иоганн Гутенберг изобретает книгопечатание подвижными литерами в 1450 году и даже не подозревает, наверное, что таким образом он поспособствует массовому распространению труда «Молот ведьм» трактата, написанного монахом-доминиканцем, Генрихом Крамером, как я уже говорила, инквизитором-неудачником до поры до времени, который в 1485 году фактически спас губернатор Инсбрука епископ Георг Гольцер. Крамер появился в Инсбруке с папской буллой в руках, готовый бороться с ересью и с колдовством, но наткнулся на недоверие властей и возмущение местных жителей на восстание фактически. И Гольцер аккуратно проводил Крамера из города, сказав потом, что тот казался ему впавшим в чрезмерное детство от большой старости. Генриху Крамеру, для справки, в 1485 году было 55 лет. Два года, начиная с этого момента, у него уйдет на создание «Молотов ведьм», поскольку, как показал опыт в Инсбруке одной лишь буллы папы Иннокентия VIII, где тот указывает, что основной задачей германской инквизиции отныне становится борьба с сведовством. Да, буллы не хватило. Со свежим еще текстом Крамер обратится к специалистам теологического факультета Кельнского университета. Декан факультета даст аккуратный отзыв насчет «Молотов ведьм», что в теоретической части книга обстоятельна, в практической, стоит на почве канонических законов и может рассчитывать на небольшой, небольшой круг читателей и специалистов. А за пределами этого круга в общем, вряд ли. Но не тут-то было. 29 переизданий выдержал «Молот ведьм». Несколько римских пап подтверждали правильность выводов и методов, рекомендованных в книге. Альбрехт Дюрер готов был иллюстрировать ее. На каких-то изданиях стояла надпись «Покупай и читай», «О деньгах не пожалеешь». Что-то напоминает «Пожалеешь, проиграешь». Сам трактат очень нудный. Там надерганы миллионы каких-то цитат. Никаких доказательств, понятно, нет. И отсутствие этих доказательств трактуется как могущество дьявола. То, что все невидимое, это потому, что дьявол слишком могуч. Есть ссылки на собственный опыт и мутные показания очевидцев. Например, некая женщина, заболевшая проказой, указала в качестве источника болезни другую женщину, свою соседку. Первая как-то вышла из дома пописать, и в лицо ей подул теплый ветер со стороны дома второй. И ей поверили. Поветух несчастных казнили в большом количестве. Детская смертность была высока. А кого еще оставалось винить несчастным родителям? Про ангелов. Пассаж очень понравился. Значит, он звучит так. Для полного процесса еды требуются четыре условия. Раздробление пищи во рту и поступление в тело. Затем способность ее переварить и необходимые для питания вещества усвоить, а не нужные отбросить. Ну и, соответственно, ангелы. Первое и второе они еще как-то совершают. Третье и четвертое не могут. Вместо переваривания и отбрасывания, вместо этих способностей у них имеется иная, которая моментально притворяет пищу в иную материю. Вот откуда хеи не какают. Или всегда ли демон инкоп посещает ведьму с излиянием семени? Вообще деталям сексуального характера в книге делено большое, слишком большое внимание. Когда Генриха Крамера в конце концов осудили, в 1490 году это произошло, сама же инквизиция его и осудила, то в вину ему поставили в том числе и этот чрезмерный интерес. В 20 веке психологи, психоаналитики пройдутся как следует по этому самому интересу. Юнг, например, трактовал явления дьявола в разных обличьях монахом как внутренний голос из недр бессознательного, голос возмущения против насильственного подавления индивидуальной природы человека. Но чем это могло помочь к 50 тысячам уничтоженных человек, и женщин, и мужчин, и детей, уничтоженных за два с лишним столетия, охоты на ведьм? И руководствовались при этом книгой, направленной против женщин, которая в кавычках «красиво окрашенное естественное зло», которая меньше верит в Бога, фемина, потому что от взгляда которой во время месячных очищений тускнеют даже новые зеркала. Аристотель подметил, оказывается. А еще женщина болтлива, и все передает подругам. «Молот ведьм» можно не читать. Он, знаете, своей хаотичностью и подбором каких-то нелепых сведений напомнил несколько советов знахаря в начале пандемии, но с куда более ужасающими последствиями. Так вот, «Молот ведьм» можно не читать, а чтобы получить представление, как это, возможно, происходило, достаточно прочесть пьесу Артура Миллера «Суровые испытания». Там описывается процесс над салемскими ведьмами. Хорошо прослеживается, чем могут руководствоваться люди, клевещущие на якобы ведьм, и желанием получить чужого мужа, и оттяпать кусок земли получше, имущество ведьм и самих ведьм и тех, кто им помогал, оно конфисковывалось либо в пользу церкви, либо в пользу государства, в зависимости от того, кто вел процесс. В десятых годах нашего столетия начались попытки реабилитации уничтоженных людей, по крайней мере, женщин и детей. В 1630 году, например, на севере Германии казнили девятилетнюю девочку. Она то ли под пытками, то ли от того, что ей просто показали эти пыточные кресла с жуткие, на самом деле, сооружения. Она сдала и себя, и свою мачеху, и кучу других людей. Все они были убиты. Так вот, попытки реабилитации предпринимаются сейчас родственниками, естественно, очень дальними, обвиненных в колдовстве, священниками и даже адвокатами. Британка Клэр Митчелл, адвокат, хочет добиться не только реабилитации, но и, например, установки мемориалов память жертв в Шотландии. Тут надо сказать, что кое-где в Германии, где гонения на ведьм были очень и очень мощными, власти городов отказываются от идеи реабилитации, считая, что это отпугнет туристов. А вот, например, в Сельме американском не хотят ставить мемориал на месте гибели жертв, напротив, для того, чтобы не привлечь туристов с нездоровым интересом. В общем, хорошо, что все это больше не с нами, плохо, что выражение охоты на ведьм до сих пор не лишилось смысла. В фильмах образы ведьм отражались совершенно по-разному. Со времен Средневековья трактовка стала менее зловещей, менее однозначной, скажем так. Ведьма, волшебница, колдунья обладают они тайными знаниями, и не обязательно лишь о том, как превратить мужчину в ягненка и заставить его принести вообще все яблоки из всех садов. И ведьмы могут влиять на ход событий. Кто не хотел бы влиять на ход событий? Скажите. В ТикТоке уже какое-то время существует так называемый Witch Car. Пишутся рекомендации в журналах, как правильно принимать лунные ванны, с какими компонентами, в зависимости от знака зодиака. Диор выпускает уже которую коллекцию, по крайней мере, вторую, вдохновленную картами Таро. Первая была Resort 2018 года, вторая – это вот этого года, весна-лето, коллекция от Кутюр 2021 года. Мария Грация-Кюри, креативный директор дома Кристиана Диор, прямо сказала про карты Таро, что в сложные моменты помогает ей нечто волшебное. В фильме, посвященном коллекции, снятом Матео Гарони, героиня встречается сначала с арканами из колоды, а в конце, видимо, с потаенной стороной своей сущности. Если вас не устраивают карты Таро в качестве какого-то знака судьбы, какого-то предсказания, то могу предложить альтернативный вариант. Мы запускаем курс модов современных медиа, там мы будем учиться собирать информацию, ее классифицировать, анализировать, делать какие-то выводы и прогнозы, по крайней мере, основанные на уже действительно существующей информации. Курс буду вести я, продлится он два месяца. Более подробную информацию можно найти на сайте ательедефисмагазин.ру либо в инстаграме reo, нижнее подчеркивание, fashion, нижнее подчеркивание, center. Посмотрите, мне кажется, будет интересно. Касаемо образов ведьм, мне самой наиболее симпатичен подход в Гарри Поттере. Там не ведьмы, скорее, а волшебницы и волшебники, но сейчас речь не о них. И каждая непроста и неоднозначно, включая Белатрису, Белатрису Лейстрэндж, в отношении которой даже такое высоко оценимое качество, как преданность в ее исполнении, в общем, как-то сложно назвать похвальным, к чему я веду. Неотъемлемой частью гардеробов всех дам из книг про Гарри Поттер были плащи и мантии. В свежих коллекциях дизайнеров появилось уже такое количество кейпов, их так много, что, скорее всего, в скорости кейп станет самым популярным предметом верхней одежды. И кейпов было такое разнообразие, что позволяет примерить их на самые яркие персонажи из всей Петтерианы. Ну и начнем, пожалуй, с Белатрисы. Кейп, да и весь образ целиком, из коллекции Джованши «Прифолл» 21 года. Подошел бы ей просто идеально. Жесткие линии, черный цвет, застывший взгляд модели там тоже вносит в свой вклад. Равно как и шипастые браслеты с кольцами, Белатриса, как мы помним, не чурала испыток, хоть домашних животных, хоть девочек-подростков. Главное, в этом кейпе свободные руки. Чего не скажешь о половинчатых кейпах из дебютной коллекции Мэтью Уильямса для бренда «Весна-лето 21 года». Над этими полукейпами, которые больше всего напоминали перевернутые сумки, надетые через голову, сдатно все тогда поиздевались, когда коллекция вышла. Белатриса бы одобрила кожу и перчатки, но не форму, поскольку она сковывала бы движение руки с палочкой. Молли Уизли, волшебница, которая уничтожила Белатрису, «Not my daughter, you bitch». В книге сцена описана куда более впечатляющей и динамично. В фильме Молли как-то пугается в какой-то момент Белатрисы. В книге «Да ни за что», она бежит к месту схватки, сбрасывая с себя плащ. Так вот, Молли Уизли в своей обычной жизни не связана с уничтожением всяких безжалостных тварей. Подошел бы кейп бренда «Blue Marble» из коллекции «Осень-зима 21 года». Такого немаркового бежевого цвета с большими накладными карманами. Двумя. Чего, конечно, маловато, чтобы содержать в порядке дом, курятник, отряд сыновей и одну дочь и еще одного мужа. Но цвет и, очевидно, практичная ткань скорее всего, Молли бы приглянулись. Почему-то больше всего мне бросились в глаза кейпы для «Палумны Лавгут». Помните, с серьгами-редисками или морковками в ушах? Возможно, потому что я сама немножко палумна. У бренда «Коше» весна-лето 21 года из кейпа спортивного толка с такой спортивной окантовкой краев горловины растет стилизованная травка. У Виктора и Ролф в кутюрной коллекции весна-лето 21 года ромбы различных тканей все с богатейшей поверхностью с соединенной бентой и бантами. Раф Симмонс первая коллекция для мужчин и для женщин весна-лето 21 года. все кейпы с психоделическими узорами могли бы принадлежать палумне. Участники показа и так бродили в некоем колдовском лицу, где мох менял цвет, а на деревьях высохших росли там плоды, которые не хочется срывать, тем более пробовать. Проникнуть в сад можно через дырку в стене его окружающей. Попадаешь то ли в сон, то ли в кошмар. Познание, но познание чего-то неприглядного. Как помните, существо, похожее на ребенка в конце последнего тома Гарри Поттера, который хотелось запихать под скамейку поскорее, чтобы не видеть. Полная дама, которая храняла вход в спальню Гриффиндор. Кейпа для нее. Есть в двух коллекциях Симона Роша. Весне лети 21-го года и в коллекции для Монклер. Демонстрирует их модель Тесс Макмиллан. Ржеволосая такая бестия из Техаса. Ух, как хороша. Два года в актерской школе явно не прошли для Тесс даром. В лукбуке предстоящей коллекции Симона Роша и H&M также можно увидеть эту модель. Посмотрите, красотка. Гермиони Грейнджер. Идеально подошел бы кейп из коллекции Ланва осень-весна 21-го года. Ни морщинки. Традиционно, то есть темно-синий, королевский-синий. Традиционно королевского-синего, то есть темно-синий имеется в виду, для бабушки-королевы Викторию впервые придумали, использовали. У кейпа аккуратный такой отложной воротничок, умеренно пестрый, венчает ансамбль головной убор, который похож одновременно и на академическую шапочку квадратную, и на сложенную сумку. Как раз для ученых Гермионы, у которых всегда все было при себе, как раз вот в такой сумке сложной, волшебной. Минерва МакГонагалл, анимак, умеет превращаться в кошку. Строгая с виду женщина с огромнейшим сердцем и зорким взглядом вызвала у меня затруднения. Твидовый кейп из коллекции Шанель при фолл 21-го года. Ну, не знаю, там еще снизу такие черные брюки в колдовской цветочек, однако МакГонагалл не стала бы носить Шанель, даже став директором Хогвартса. Да и кейп там слишком неподвижен. Кейпа с коллекцией Гуччи Резорт 21-го года с пелериной? Возможно. Единственное, на золотые перчатки Минерва посмотрела бы, приподняв очки. Кейп бренда Beautiful People осень-зима 20-го года с асимметричной застежкой и подкладкой с письменами. Ну, еще куда не шло, но все-таки приходится признать, что кейпа достойного Минерва МакГонагал нету. Так, с телом разобрались, поговорим про головы. В начале января этого года пользователи сети, как принято говорить, высмели Беллу Хадид, появившуюся с такими изогнутыми антенками из волос на голове. Косплей Медуза Гаргона написали в одном сообществе женском и были абсолютно правы. Медуза была единственной смертной из всех своих сестер Гаргон, поэтому Персею и удалось ее убить. История Медузы и без того, в общем, достаточно печальна. Девушка с красивыми волосами была изнасилована Посейдоном, бросилась она в отчаяние в храм Афины и осквернила его, соответственно, и Афина превратила ее в волосы в змей, а лицо сделало таким ужасным, что при взгляде на него смотрящий каменел. Не слишком справедливо, не правда ли, даже для мифических существ. Так вот, волосы, длинные, распущенные, на протяжении веков считались и считаются средством обольщения мужчин. А змейподобные, либо попросту в виде змей, волосы признаком существ демонических. Неудивительно, что с ростом интереса к вопросам ведовства возникли и соответствующие прически, созданные из прядей, из кос. У Беллы, на самом деле, очень простенький вариант, прямо скажем. Так вот, из прядей, из кос, которые изгибаются словно змеи. Полюбоваться на женские головки с таким украшением можно в ленте бренда Тия Адеола. Создан бренд, собственно, самой Тия, родилась она в Нигерии, выросла в Лондоне, а потом уже обосновалась в Нью-Йорке. Бренд был представлен в феврале 20-го года на Нью-Йорк Fashion Week немного раньше того момента, когда насмерть перепуганные движением Black Lives Matter ритейлеры, редакторы, обозреватели кинулись восстанавливать справедливость и продвигать дизайнеров с африканскими корнями. Относительно причесок, что мне показалось любопытным, они действительно впервые появились на афроамериканках и стали как бы ответом на присвоение более простеньких афрокосичек белыми людьми. Выглядит именно так. Вот помните, были скандалы с этими афрокосичками связанные? Ах, так, сказали афроамериканские девушки? Ну так попробуйте перенять вот такое, да, и посмотрим. И сделали нечто восхитительное и очень сложное. Расскажите, как вам эти конструкции, когда посмотрите, из косы прядей, которые возвышаются головами словно змеи, нравится они вам или нет. Расскажите в комментариях, традиционно ждем ваших лайков, прослушиваний на всех платформах, включая Яндекс.Музыку и Кастбокс. Ну а я собираюсь на краску и заодно хочу расспросить своего мастера об этих волнующих и волнующихся змей на голове. Не переключайтесь и услышимся через неделю. Итак, я решила немножко поспрашивать о прическе, которую мы только что обсудили. Наташу Никитину, которая сейчас работает в бьюти-пространстве под названием Инди на Головинском шоссе, если кому интересно. Мы с Наташей знакомы уже, наверное, лет шесть. Вот. Я, естественно, показала ей все эти прически, все эти сады Семирамиды на голове. И главный вопрос у меня, Наташа, как ты думаешь, сколько времени это может занимать? Я думаю, что работа будет занимать не меньше двух часов, поскольку волосы придется вплести и проволоку, и дополнительно волосы. Можно искусственные, можно натуральные, в зависимости от того, какие рожки хочет девушка, какой высоты. А какие собственные волосы должны быть? Какой длины? Ну, хотя бы были, чтобы больше средней длины. Лопатки? Ну, можно ниже ключиц на пару сантиметров. То есть, это общая длина от макушки получается сантиметров тридцать. То есть, своя длина поняла сантиметров тридцать и часа два. Но часа два это еще терпимо. Ну, это у опытного специалиста. Я думаю, что человек, который будет впервые заниматься, даже если он технически понимает и видит схему, то им все не так просто. То есть, да, опытный мастер, да, часа за два сумелет. Тебе еще не приходили с такими запросами? Вот, Господь миловал. Какова была самая длинная по времени, ну, скажем так, укладка, про краску? Понятно, что это все может заниматься часов. Восемь? Укладка. Была классическая свадебная укладка для классической свадьбы, скажем так. Я приехала к девушке домой, нужно было, то есть, она уже подготовила волосы, помыла, то есть, моя задача была протянуть их, накрутить, собрать букли, потом украсить, потом воткнуть туда фату, причем я ждала, периодически она там частями одевалась, да, чтобы нам через всю прическу не тащить это свадебное платье. Ну, в общем, где-то, как свадебный стилист, я там пробыла, наверное, часов в пять в общей сложности. И еще это была моя первая укладка, то есть, теоретически я все понимала, да, и мне показали опытные мастера, это очень давно было, лет 20 назад, даже больше. У меня ребенок был три года, сейчас 27, 24 года назад. Большая. Да, да, да. Ну, вышла я очень гордая, с деньгой заплатили. Клиентка была счастлива. Но пять часов, я упрела просто. А самая короткая работа? По прическам самая короткая, да, да, да. Полчаса, значит, выпускной, везде пробки, значит, вовремя никто не приезжает, полтора часа опоздания, полчаса осталось. Через полчаса следующий клиент, что делать? Быстрое мытье, быстро куча муса, диффузор, значит, мы собираем это все такую в стружку, и наверх, вверху, видела такую афродиту свояли. Ну, видишь, практически, да? Да, да, да. Полчаса? Полчаса. Полчаса вечерняя укладка по полной стоимости. Ну, это уже, конечно, было, когда опыт уже лет 20, уже наработанного. Ты вообще что считаешь своей самой сильной стороной? Самая сильная колористика, конечно, подобрать цвет, просчитать, его можно просчитать уравнением, то есть, любые цифры, вот эти буквы, если вы видите уровень тона правильный, да, вы знаете, какой будет фон осветления, какой нужно взять оксид, какие цифры и буквы, и 100% попадания. Почему? Люди не могут выкрасить, да, клиент показал пальцем, говорит, хорошо, они берут этот цвет, но по факту получается иное, потому что неправильно рассчитан на оксидант, неправильно взят уровень тона, неправильно взят оттенок. У меня за плечами две академии, Голтвелл и Лореаль, я сертифицированный мастер, еще тащусь от этого, что и говорить, да, потому что в мире всего две лаборатории и все бренды, которые занимаются красителями, профессиональными для волос, все исследования и все материалы заказывают только в этих двух лабораториях, Голтвелл и Лореаль. Ты сейчас в таком пространстве действительно интересном работаешь, вот в Индии, да, и тут тоже есть какая-то такая африканская дикая сторона, тут такие большие пальмовые листья, черный потолок с трубами, что мне тут нравится? Мне тоже очень нравится, здесь такое сообщество независимых мастеров, которые уже пришли сюда работать со своей клиентской базой, наработанный, ты пришел, отработал и ушел, никому ничего не должен, ни сдать план, ни как бы сдать средний чек выше какой-то суммы, ты сам регулируешь это, плюс есть возможность общаться с такими же талантливыми, независимыми мастерами, все самодостаточные, нет конкуренции, наоборот, то есть тут место, где можно вдохновиться над миром работы коллеги. Еще у вас кофе очень вкусный. Кофе, да, неплохой. Ладно, спасибо тебе большое. Мне было приятно. Это была Наталья Никитина, да, кстати, инстаграм-аккаун натальяфэшн0203. Обращайтесь. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...